Торгово-экономическое сотрудничество 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 Что урожай и какой ожидают садоводы республики в этом году узнавала Альвина Ламкова. Медовая сладкая мякоть персика нежная и ароматная. Она не только вкусная, но и полезная. Плоды содержат большое количество витаминов. Эти фрукты отличаются от других тем, что при термической обработке не теряют полезные свойства. Чтобы не собрать качественный персик, чтобы ни битого не было, ничего, как говорится, брака не было, ничего, чтобы, естественно, аккуратно сложить всё. Рабочий день в персиковом саду начинается в 8 и заканчивается в 16.00. Собирают урожай на площади полгектара. На уборку фруктов рабочие приезжают из соседних населённых пунктов. Их 35 человек. Правила сбора просты. Плоды нельзя тянуть или дёргать. Их надо аккуратно прокручивать. Если неправильно сорвать персик с дерева, то он будет непригоден для дальнейшей продажи. Дневной нормы сбора нет. Но чем больше, тем лучше, признаётся с улыбкой Ренат. Коллектив дружный. У нас всё прекрасно здесь. Всё отлично. Четыре дня мы собираем персики. Ну, что я могу сказать. Наши персики самые качественные. Экологически чистые. По три, по четыре тонны, по две тонны собираем. Любите ли вы персик? Конечно. Срок эксплуатации персиковых садов – 25 лет. Деревья в саду низкорослые, чему способствует правильная обрезка. Кстати, вкус не зависит от размера. Бережно собранные с дерева плоды также аккуратно укладывают в картонные ящики. Впрочем, искусство опытного сборщика заключается в том, чтобы спелость фруктов определять не на ощупь, а по внешнему виду. Сбор персиков не терпит спешки. Плодам надо дать время, чтобы они набрали сок, цвет и вкус. Сбор мы производим сначала нижний ярус, собираем, потом на платформах собираем верхний ярус. Планируем собрать порядка 10 тонн, надеемся, но так как мы его не завершили, поэтому подсчёта ещё точного не было у нас. Ещё в садах Карачаева-Черкесии выращивают яблоки и груши. Так что лишних рабочих рук нет. И желающим потрудиться на свежем воздухе всегда рады. С 15 августа начнётся сбор яблок. К этому сбору мы привлекаем большое количество людей, в основном жителей Карачаева-Черкесии, ближайших аулов, сёл, в том числе из города Черкеска. На данный сбор мы, кстати, приглашаем всех желающих, людей, которые желают принять участие в сборе урожая. Поэтому милости просим. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева-Черкесия, Адыге, Хабльский район. Молния стала причиной возгорания в нескольких домах села Привольного Прикубанского района. В результате ЧИЧИП пострадала техника в одном строении, а другое здание было почти полностью охвачено пламенем. О том, что случилось, расскажет Артур Махце. Стихия, к сожалению, может не только подтапливать улицы и ломать деревья. В селе Привольном Прикубанского района несколько молний ударили по жилым строениям. В одном произошло замыкание, из-за чего сгорели телевизор и некоторые другие электроприборы. Следующий удар пришёлся в соседнее здание по луговой 17, которое пострадало в куда большей степени. В среду несколько ударов молний было, 4 или 5, аж под рогами земля дрогала. Одна молния попала, одна сошка сюда, одна соседям попала. И возгорание пошло. Хорошо, что дома никого не было. Вот практически от дома ничего не осталось. Будем заниматься восстановлением, что делать. Хорошо, что все живут. Кто-то из проезжавших мимо по трассе людей заметил возгорание. Подъехали ближе и увидели страшную картину. Языки пламени пожирали крышу, выбивали стёкла. В помещениях всё терялось в огненной стихии. Тут же вызвали пожарных. Пока те добирались до села, люди пытались сделать хоть что-то своими силами. Пригодился находящийся во дворе надувной бассейн. Это всё, что осталось от дома. Молния, скорее всего, попала вот в эту вытяжку, после чего огонь распространился на остальные помещения. И дом загорелся. Жильцы в тот злополучный день уехали. Дома оставалась лишь кошка. Питомец, увы, не выжил. Но если бы не соседи и посторонние люди, ущерб самому зданию мог оказаться значительно большим. Очевидцы не снимали происходящее на видео, как это водится в последнее время, а старались, чем только возможно, помочь тому, кто попал в беду. К слову, 38 лет назад дом здесь уже горел. Тогда тоже обошлось без человеческих жертв. И вот новый пожар. Страховки на случай ЧП не было, что отметает любые сомнения в случайности происшедшего. Хозяин говорит, что постарается своими силами восстановить жилое здание. Однако работ предстоит очень много. Перекрытия прохудились, норовят упасть в любую минуту. Самостоятельно привести дом в надлежащее состояние семьи из семи человек, где большинство маленькие дети, быстро не получится. Поэтому пострадавшие будут рады любой помощи. Артур Махцера, Солберди, Вести, Карачаево, Черкесия, Прикубанский район. Продолжается реализация социального проекта «Культпоход». Был организован социокультурный путеводитель для семей, прибывших из Донбасса и освобожденных территорий. Участники проекта постили голландское городище и лик Христа. Дети и их родители смогли посмотреть нижние архивские храмы, которые представляют собой памятник архитектуры X-XII веков. Организованная специально для участников проекта экскурсия познакомила их с увлекательными историями и фактами о достопримечательностях Нижнего Архиза, а также с легендами и притчами. Напомню, «Культпоход» реализуется Центром Добро детям при поддержке президентского фонда культурных проектов. Главная задача не просто через комплекс мероприятия показать всю многогранность и разносторонность культуры нашей республики, но и вовлечь родителей через детей в общественную и культурную жизнь региона. Всего проекта хватило 40 детей и 20 родителей. Что государству и бизнесу нужно совместно делать для поддержки предпринимателей? Об этом и многом другом. В интервью полномоченного по защите прав предпринимателей в Карачаево-Черкесии Сергея Мрошенко встретила с ним Альбина Ламкова. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен. Субтитры создавал DimaTorzok